Их влияние на здоровье населения. И цель с собой работы была дать характеристику основными причинами и последствиями загрязнения водных ресурсов в Кубе-Граде. И задача была изучить источники загрязнения водных ресурсов и посмотреть основные последствия загрязнения водных ресурсов в Замбии для населения. И проблема загрязнения водных ресурсов сейчас становится мировой проблемой. И эта проблема существует и в республике Замбии. И в Замбии самая грязная река – это река Кафилы, большая часть, которая находится в провинции Кубе-Граде, где распорагаются многие промышленности страны. И Кубе-Граде нравится промышленная старница Замбии. И вот эта река Кафилы, и вот эта часть называется Кубе-Граде провинция. И вот эта родная река Кафилы. И какие бывают источники загрязнения электрика Фьюрид в Кубе-Граде? К источникам загрязнения электрика Фьюрид относятся промышленные предприятия. В Кубе-Граде это горная промышленность, углобная промышленность, колботовая промышленность. И в провинции Кубе-Граде добывается медь. И добыча медь является одним из самых источников как загрязнения электрика Фьюрид. И к загрязнения электрика Фьюрид тоже относятся, к источникам тоже относятся к бутовые отходы, канализационные компании и сирийское хозяйство. И в повинции это загрязнение пестицидами и удобрениями. И какие бывают последствия загрязнения водных ресурсов или загрязнения для электрика Фьюрид. К последствиям относятся различные заболевания, различные заболевания людей и животных. И к заболеваниям относятся, в первую очередь, это холера. Холера, диарея, десентрия, гепатит и так далее. Смерть. Согласно Организации Объединенных Наций, в 2016 году в Замбии зарегистрировали 1179 случаев холеры и более 500 жителей погибли. Еще к последствиям загрязнениям относятся погибления рыб и растений. Вот, крокодил погибли. Итак, вывод был в том, что состояние электрика Фьюрид неблагоприятное. И чтобы уменьшить во время загрязнения электрика Фьюрид в копоберт, наше государство должно запретить бросать источные воды из промышленных предприятий и канализационных компаний. И даже запретить, как выброс пестициды и удобрения и бытовых отходов водных ресурсов.